Дорогие друзья, я собираюсь вам представить еще не снятый, но в наших головах уже готовый фильм о Ленине «Человек, у которого получилось». Нас интересует вообще-то понять не только почему у Ленина получилось, но и что получилось у Ленина. Потому что он-то менее всего полагал, что он реставрирует империю, он шкуриается. Он полагал, что он строит государственную новую тему. Что получилось у Ленина и почему? Это точно не тот год дискуссии. Мифологизировано это еще страшно. Разобраться с тем, почему Ленина у вас нет. Потому что у Ленина задача насущная. Пока мы этого не поймем, мы с нашим советским опытом не разберемся и никуда дальше не двинемся. Я собираюсь этот проект осуществить с любимым своим телевизионным режиссером, с которым вместе мы делали уже два цикла. Это Давид Ройтберг, человек, который замечательно умеет находить такую точную визуальную форму для рассказа об истории. Вот здесь он придумал историю с шалашом. Ленин действительно всю жизнь провел камни в шалаше. Ленин был подпольным, конспоративным положением. Шалаш образования – это вообще такой мозговой центр русской революции. Поэтому шалаш этот будет у нас таким важным формообразующим тоже элементом. В нем мы будем разговаривать с героями фильма, с публицистами, с историками. В нем буду я сам, вот как ведущий, рассказывать об эволюции Ильича. Ленин больше всего на свете любил самоорганизацию массы. Может быть, именно поэтому Великий Почин, Субботник так его восхитил. Вот, в сущности, раундфандинг – это тоже такая самоорганизация массы. Если мы хотим разобраться со своей историей, если мы хотим посмотреть фильм про Ленина, давайте мы в этом коллективном поучаствуем. Тем более, что в финале картины вы все сможете увидеть себя в одном общем прощальном кадре в общей очереди к Мурзолею. Дело в том, что в одном уж точно Ленин был безусловно прав. Если мы сами себе не поможем, нам никто не поможет.